Весокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Genetic Club создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасности ХАСП и ИСО. Genetic Club. Когда важен результат. Разминка. Сильным она не нужна, слабым она не поможет. Что вы сейчас разозлить, просто он сейчас, понимаешь, в мальчика играет. Че, ты жопу вытащил, и так не сдуло. Там начинаешь, там вроде ты тебя раскачегорил, ты начинаешь. Нормально, грудь качаем, у него ноги забиваются. Обрати внимание, да, мне вообще насрать сколько здесь. Вострел, Дэнчик, всегда же румянец в лице появился. Александр всегда такой обтекаемый, как Формула-1, блядь. А у него слышь, пока мы тут это сделаем, у него уже была рука 55, уже 56. Сегодня как он тренируется, блядь, шансов нет. В его глазах есть злость. Здесь злость вообще нахуй нету. Котенок. Качок вообще себе не может продать. Куда он себя продаст, блядь? Блядь, ну подожди, ну куда он себя может продать? Блядь, как меня заебал этот армрестлинг. Веришь, каждое слово армрестлинг, блядь. Вот увидишь, что и Ромка скоро туда перелетет. Чтобы не было, блядь, армрестлинга. Ребят, для тех, кто сдает анализы, есть возможность сдавать анализы со скидкой 30-40%. Скачав просто вот это вот приложение, перейти по ссылке в описании, скачиваете это приложение. Вот так вот оно выглядит. Там регистрируетесь и, соответственно, все необходимые анализы, которые вам нужны, из списка выбираете, добавляете их в корзину, оплачиваете. В корзине они будут уже у вас сразу со скидкой 30-40%. В зависимости от того, там на каждый анализ разные скидки. Поэтому экономьте на анализах 30-40%. Очень важно, что это приложение работает в любой точке России и сотрудничает оно с клиниками Helix и гематез. 30-40%. Регистрируйте, скачивайте. На здоровье? Мы уже так расстроились. Думаю, мы уже... Ромка такой говорит, о чем мы, какие штрафные санкции будем писать за опоздание на тренировочек? Так, ну что? Сиськи. Сиськи? Сиськи. Как говорит мой папа, то место, где должна быть грудь? Да-да-да. Ну, у меня, в принципе, все такие места. 6 лет не качал свободными сами? Грудь? 6 лет не качал свободными сами. А ты-то по тренажерам дойдешь? А ты вообще как себя чувствуешься свободными сами, когда тренируешься? Я вообще свободными. Ну, гантели ты делаешь? На руки делаю. Нет, я имею в виду на жим. Нет. У тебя какой-то дискомфорт или что? Да? Блин, Деночек, надо делать это всю историю. Надо делать, но я буду делать, но я не знаю, Максу. Нет, я имею в виду делать тогда, ну, зашиваю, то есть, а как? Это просто, понимаешь, в любой момент может отдать с дискомфортом, оно дальше будет деряться. Поэтому я и не переберу свободно. Блядь, ну, жить ты надо дальше. Я большие веса делаю в этом, в камеру? Не, ну, он если там жмет, тут просто он не понимает еще тренировка груди какая будет. То есть, что там большие веса особо не нужны, во-первых, а во-вторых, они это сам. Ну, это, мне кажется, это будет края. Ну, именно в том, в той манере тренировки груди, как прошлая тренировка груди. Мне кажется, он спокойно сможет со свободными весами делать. Там нет, там не большие веса. Ну, как там желаем. Давайте сделаем, давай сделаем таким образом, Даня. Принцип тогда остается неизменным, как вот мои правила есть. Мы ничего не делаем через боль, мы ничего не делаем через силу. По технике, да? Да, мы просто идем на технике максимально, да, вот, и просто отставим. Если мало ли какие-то моменты, попытаемся обойти твою травму, это как раз будет хорошим подспорьем для тех, кто травмировался, как тренироваться. Потому что я так тренировался. Моя подготовка в 2003 году, когда, я же спорно все это делал с коловым Кадлером, в принципе, я вообще жать не мог. У нее жать, у нее полный отрыв был, я там жал только 70 килограмм. Поэтому мы с тобой попробуем таким образом пройти через эту историю. Как там разминка? Сильным она не нужна, слабым она не поможет, но чуть-чуть какие-то движения надо, наверное, поделать. Туза размятый бы там. Ну, все, вон, подходи тогда, иди туда, не стесняйся. Ну, что, поехали. По сути дела, есть тянет немножко? Нет. Нормально все? Отторван уже нижние волокна? Да, но они только вверху. Просто нагрузка падает по-разному. Если большой вес... Окей. В хамере он не вон, а 350 килограмм. Хамер это хамер. В хамер там инерционное движение, поэтому вес там-то совершенно по-другому размазывается. Попробуй сейчас маленьким весом, ты вот просто сводишь. Попробуй как бы с волоктами через верх. Вот. И вовнутрь сюда сожжать. О. И давай сегодня сделаем так. Для тебя привычно вот эти вот статические, да? А мы сегодня работаем как поршень в динамике постоянно, но на постоянном напряжении. Без пауз вообще. Не там пауза, не здесь. Здесь тоже паузы нет. Вот. И очень плавно начинаешь разводить. Вот. Вот, класс. Независимо от того, что вес маленький, но ты все равно должен ее прожимать сам. Во. И мы постараемся сегодня не за счет веса, а за счет техники самостоятельного прожима сделать тот же самый памп. Во, молодец. Во, под контролем вообще здорово. Во, молодец. Еще. Да, прижимай, 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 прижимай. Вот, молодец. Огонь. Три раза еще давай. Раз. Не фиксируем. Два. Еще раз. Молодец. Есть. Я забрал. Я заберу. Дэна, спина, значит, чувствуется хотя бы после тренировки в 100 или нет? Да, я еще раз спину делал. Еще вчера спину делал. А что, не докачали? Че, мы тренировались, что ли? Я пришел после тренировки спины, я ничего не поел. Я развел двойную порцию прота, выпил ее вот до вечера и все. Там чересчур. Руки не зажимают. Во. И локти вниз не опускать. Во. Тоже без остановки. Во, так постоянно. Вот так. Без остановки. Половиночки делай, делай, делай. На прожиме точно так же. Прожиме, прожиме. И целое до конца. Раз. Два. На негативе тоже придерживай. Придерживай, придерживай, придерживай. Еще два раза. Раз. Молодец, хорошо. А, я в тренировке чуть-чуть делал еще это. Без замаха, без замаха. На прожиме только делаешь, да? Ты смеешь вообще. Весь играет, да? Вот, молодец. Во. Кирененко, да, выиграл. Он с камбэка тогда был. Работаем. Молодец. И еще два. И еще раз. Он сейчас схожил. Молодчик. Я забрал. Сиди. А, да? Ромочка у нас криво немножко перекосилось. О. Больше прожим. Больше. Во. Завнутрь, а вперед еще. Как бы замах такой делаешь. Через стороны. Во. На плечи не поднимаем. Вот так. Денис не отводи. Во. И прожим, прожим. Не о весе думаешь, а думаешь о груди. Еще. Ускоряемся потихонечку. О, накачиваем. Вот теперь накачиваем. Накачиваем, накачиваем. Дыши, 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 дыши. Давай, 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 мужик. Еще. Два. И еще раз. Вот так. Отдай, 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 отдай. Отдай, 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 отдай. Мы сегодня жим штанги будем выполнять? Есть сразу вопрос. и это почему-то какая-то такая тему пошла по поводу сведения лопаток нажиме или не сводить кстати комментарии последние были по поводу того что вот все учат обязательно лопатки же одну прожимать сводить нажиме и так далее я посмотрел ваше видео и александр говорит об обратном ну давай я просто буду говорить а ты будешь свои чувства рассказывать а там дальше видно сказать сами разбирать нужно братом все если много пожать нужно лопатки свистит да да если нужно грудь прокачать то мы сейчас но в данном ситуации у него дал него если сейчас даже сама по себе у дэна грудь она молит у него инфин самосохранение будет делать так надо пожать всем телом только не грудь распылять будет да и побольше него страх еще и для и плюсом страх всяко будет да он будет и ну и конечно же ему почему он узким то жмёт боя не смещать грудь он немножко будет средней части где-то там что-то но не грудью поэтому желательно сказать и вот так вы видите объективный объем грудных такое что для него может быть его вот эти вот нагрузки там сведения тогда и хватает до ему не надо ее накачивать как мне все что-то прожимая 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 семей не механическую работу дело прожим вперед семей вперед вперед даже сильнее прожимать вот без рывка вот вот теперь хорошо вот молодец еще раз молодец сейчас он будет выебываться всю тренировку а давай так вот он дышит пускай он выебывается мы попробуем с собой с помощью дыхания компенсировать парень ты здоровый правильно а там вес добавить а вес такой же я даже добавил вот давай просто сделан ты будешь делать то о чем тогда говорит задержки на сегодня опять дышит так непонятно как такой он играет комфортно для него как привык да а ты сейчас попробую запасом воздухом будешь пользоваться с точки зрения чтобы компенсируя сил потому что но судя по тому как все происходит уже должен быть посильнее объективно объективно вот а по факту сейчас посмотрим с воздуху то есть у тебя должен быть выдох вдох выдох вдох выдох о о о о без рывков и еще и еще молодец есть я взял взял ну как она ну потихонечку потихонечку сразу вот так вот по шелчку очень тяжело перестроиться вот но когда ты над этим постоянно и сам уже работаешь лишь пищевыми же нам отдышки нет а если нету отдышки значит и сделать физическую работу и по сути дела не нагрузил даже сердечно-сосудистую систему я живой все нормально в тренировке спины было тяжелее потому что в целом самочувствие было прям оставляло желать лучшего и сегодня я прям чувствую себя за частью я поспал негативную фазу придерживаю негативную тоже напряжение и еще хорош перекачивать начинать немножко начинаешь прикидываться да я за взял замрозом вот вопрос ну обычно этот вопрос задают новички и дилетанты так далее вот видим большого мясистого спортсмена атлета всегда ли большой и мясистый равно сильный нет вот ну почему тогда говорят что типа без таких больших силовых грубо говоря нельзя нарастить такую большую мышечную массу опять же противоречие давай мы немножко еще посмотрим есть такое понятие наш как буфер надутый да он буфер надутый я еще мы еще и я не знаю по сути дела он не слабый нифига он далеко не слабый то есть вот сейчас нельзя у него силы как зайка моя час мы там руки начнем делать я думаю что прикурить даст нам с тобой обоим вместе взятым соточку я думаю что ноги начнем делать если вы сейчас разозлить просто он сейчас наш в мальчика играет нашего не завести даже не злости в глазах нет а если мы сейчас в глазах будет я думаю что он так прикурить даст у зайка моя поэтому у него это не проект а вот если когда мышцы такие то это зачастую можно посмотреть за счет фарма человека раздуло форму вытащить отключили как чопик из жопы вытащили так и сдуло и вот там в принципе человек сразу не работал с весами не нарабатывал на технику именно тренировочные веса когда тренировочные веса наработаны на технике то в принципе мышцы остаются дольше вот опять же но то есть у всех когда цикл допустим силовой идет но кто-то макро циклами тренируется вот у них допустим 5-6 недель там силовой цикл и они все стараются убиваться на силу и уходят в такую больше лифтерскую технику но не нарабатывают именно в технике бодибилдерской грубо говоря можно уходить в литерскую тему по себе тебе так скажу да у меня была становая тяга приседания и жим широким хватом на горизонте до силовые но потом еще были структурированы качковские грамотные изолированные упражнения если я поприседал он цикле да конечно если я поприседал там на разы то ты потом обязательно должен пойти концентрировано проработать то что хочешь проработать если ты пожал ты потом должен пойти обязательно сделать что-то такое разводы но на грудь да может быть большими весами но туда куда надо то есть если ушел в лифтерский надо пожать ты пожми да то есть грубо говоря всегда так получается то есть я грубо говоря там жалфом свои 200 допустим образом до 140 я жму четко спойнтами ногами после 140 пирамида ушла я уже начинаю компенсировать потому что к весу надо привыкнуть надо много еще нужна силовая тренировка для того чтобы ты просто даже в руках подержал что-то более тяжелое связочки обкатали ажики обкатая да ты все равно должен и поэтому ты конечно для организма организм нужно голову подготовить том что есть большой вес ты обкатал его здесь так потом и гантели тебе легче больше брать тебе просто их потом направить больше вот ощущение большой гантели легче направить в концентрацию комфорт комфорт не поэтому есть определенные упражнения становая тяга приседания грубо говоря и жив это основные упражнения базы почему же взять но еще я бы еще при подтягивании бы взял потому что подтягиваем тоже одно из таких важных упражнений без замаха о прожима вот вот так о молодец матча еще два раз молочек есть огонь и сколько раздел и вес это больше чем у меня такая грудные аж прям посводить начинает да да отлично и утер пойдем пожмем кстати вот кстати вот этот момент тоже по поводу когда быстро делают когда разминочку делают быстро вот это за основу за основу я просто не знал про эту травму но это основа всегда когда начинают быстро делать движение да зачастую думают они наминаются на самом деле это просто одно из тех моментов когда ты очень уязвим ты не знаешь что ты кажется дано начинаешь там вроде при тебя раскачегарил ты начинаешь но организм к этому не готов это опять голова разозлилась а мышцы то нет ребята давайте потихонечку это же самое знаешь тепловоз же он сразу же не поехал он же потихонечку раскачегает и здесь то же самое ты начал ты должен постоянно быть ты можешь подойти к этой скорости только через какой-то период времени когда разогрет когда мышцы тонусы держит а здесь получается ну вот видишь еще плюсом есть недочет что плечо летал до любой понт понимаешь дороже всего то есть всегда когда ты чувствуешь его уверенность да ты считаешь даже ты бы все как я например на шпагат попробуем не распадаться же сейчас ничего сяду на шпагат понимаешь все закончится вот сейчас подожди денчик давай вот это вытащим вот так вот больно нет не не больно просто она переходит я не могу что-то не можешь еще больше середину то есть здесь могу прочувствовать больше не может сюда все давай тогда вот попробуем здесь ее чтобы прочувствовать да ноги кверху задирай крест-накрест не не крест-накрест наверх крест-накрест поясница лежит до плеча у тебя полностью спина 1 и теперь подвижность плеч сделать вот и и половины и бебе без без рывков без рывков все плавно на ощущение о и и продавливает сам сам продавливать то есть ты сейчас не за счет штанги стараешься стараешься сам ее здесь вот на плече вот я трогаю напрягай напрягаю чуть шире возьми штангу еще шире и вот в этом маленьком диапазон плавнее как шеи можешь опускать лучше ну да включится больше ключицу но мне нужно подвижность клють ключицы больше вот здесь ты мишда во но только сейчас 30 выдавливаешь а мне нужно что-то плечами это не прямой может выпрямить их вверх нет тяжелый час вверх подними на живот закинь их туда и выше во 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 сейчас вот вот так вот не торопись не торопись прожимая 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 ключами причем больше 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 прожимая и не выбрасываю просто монотоний еще сильнее прожима прожимая прожимая что могил жестовый дорогой качай у него ноги забиваются смущаешь саскарник нам сюда по ниже о вот и прожимается о верху выдох чуть быстрее касается груди касается растения вверх то что то о чем мы говорили я никак не могу понять цепочка упала покажи мне максимальную напряженность груди где у тебя плечи находятся впереди впереди 3 же да ну когда вот прям такое да да впереди а почему здесь она остается здесь чуть-чуть здесь работает больше передняя дельта в условии того что она когда жата это вообще только передняя дельта это из-за власти того почему надо расправить плечи уже расправив плечи ты можешь больше позволить ментарно сократить ее больше грудь и гнида ты сейчас показываю все равно ты наживаешь перейдем она в любом случае там будет как не будет если ты не будешь руку до конца упрямлять в этом положении вот она она вообще мягко просто сделать так что рука до конца не упоминает у тебя движение идет помнишь как мы спину качали мы спину качали так и жмешь ты вот так представь что тебя здесь вот дожили гибкую наложили нажать надо как ты будешь рачнее ты будешь год вот maximo course Doucate dov ожидают вот что надо делать вот это надо делать вот я про это говорю вы принимаешь это сделать для тебя вам простой связины как ты это сделаешь поэтому если мы сильно жмем надо много пожать тогда ты находишь прицепс широчайший, мост делаешь, сокращаешь амплитуду, грудь навстречу, чтобы как можно меньше езжать, тогда когда грудит, тогда амплитуда должна быть больше. У диванных экспертов аргумент какой? Тогда почему у всех же милюков вот такая грудь? У них вот такой живот больше. Ну, это тоже. Ну и опять же, давай посмотрим, грудь, что это значит грудь. А о какой груди мы говорим? Ну, в основном у них нижняя развита. Правильно, потому что они увыдают, а мы-то говорим про что? Нам-то нужно полную такую грудь. И тоже, если так разобраться, конечно, там есть и природные данные, которые есть. Широкая грудная клетка, мощная грудь, но это жимовики, они все, кто прирожденные. Ну, если давай так разберемся, мы этих жимовиков сейчас уберем, процент жира оттуда, посмотрим, что там по факту останется. Ну, в грудных именно, да? В основном плоские будут. И причем вот грудь вот такая, сверху и внизу. Абсолютно верно. Потому что всегда им важно толкнуть ее отсюда. Импульс. А наша задача, что еще и верхнюю часть затронуть. У них цель другая. У них цель пожать, а у нас сделать объем. Вот это для людей, которые, ну, не только новички в зале, для них в голове вот это, что они возьмут билдерскую технику и будут сжать меньше поначалу на каком-то этапе, для них это катастрофа вообще. Ну, братулечкин, здесь нужно четко понять, какую цель мы преследуем. Ну, об этом, да. Если мы хотим сжать перед девчонками, там, вымпендриться, на самом деле девчонка вообще насрать, сколько ты жмешь. Перед пацанами всегда подъемный кран поднимет больше. Надо четко понимать. Вопрос, если ты к соревнованиям по пауэрлифтингу, тогда да, давай так, тогда ты с ними соревнуешься. Тогда не надо про бодибилдинг говорить. Если ты сегодня говоришь про бодибилдинг, зачем тогда тебе и там, и сям успеть? Ну, у нас есть такой персонаж Шелестов, Серега, да, но это вот один из немногих, которые... Один, грубо говоря. У меня жим лежа не шел. Ну, Павел Кириленко еще, который, к сожалению, травмировался. Я тебе так скажу, у меня тоже, но опять же, у меня же сила это была, я никогда пауэрлифтинги не был. 240 я жал, хотел 250, вот порвался 220, да. 340 я приседал, 350 делал штановую тягу. Или там, наоборот, 350 приседал, 340 тягу. Ну, на то время там прилично. Причем, это была моя качковская техника. Ты мне никогда не нужна, не стремился в пауэрлифтинг идти. Ну, вы тоже один из. Но каким трудом, я еще раз говорю, наработано. И я уверяю, что когда ты будешь жать и нарабатывать на силу работать, у тебя здесь будет прогресс. Все равно ты свои 140-160, ты все равно пожмешь. Никуда не деться от этого. Если ты работаешь, работаешь. Вопрос, сколько ты хочешь жать? Если ты хочешь, как Сарычев там жать, ну, блядь. Ну, нет, тут... Это другая история, нужно по-другому. Так и обратите внимание, Сарычев, у него своя техника. Да. И у него нету такого, что там вообще прилично. Причем у него амплитудный жим. Еще у нас... Я вылетел из головы парняга, который по жиму-то у нас чемпион, ну, рекорд поставил наш. Кравцов, который? Я просто... Небольшого достатова. Как он? Я в лифте лениться. Сапожонка. Сапожонка. Мировой рекорд ему подлежит. Это же вообще просто космос. Будьте посмотри, как он жмёт. Надо посмотреть. Не знаю, просто. Если я правильно сказал, подожди. Дэн, давай, садись, ты заскучал, бедолага. Абсолютно чемпион мира. Смотри, 11-кратный all-time рекорд по жиму лёжа. 280 килограмм. Смирно. 90 килограмм. Угу. Категория 90. Смотри его жим какой. Смотри. То есть мы что говорим, что он там? Почти мастер. Ты обрати внимание, где мост, где что. Смотри. 230 на 5. Ну, о чём мы говорим? У каждого есть своя техника. Да. Вот Андрюха для меня, это тебе ещё раз показатель. Знаешь, вот опять до мурашек просто. Знаешь, когда люди одарённые, понимаешь, и по большому счёту, и парень скромный, без понтов, без всего. И сегодня all-time рекорд ему принадлежит в своём весе. Так же мы там, ты, пипец. Я, когда с вами глазом вижу, меня ж не хренов. Хорошо, когда реализуют, да, могут реализовать вот он сам. Конечно. То есть, понимаешь, у каждого есть свой путь везде, во всём. В технике вождения автомобиля, в технике жима, понимаешь? Если ты нашёл свой путь, ты всегда достигнешь больших высот. Ну, больших шеи нам надо опускать. Во. Локти можешь развести в сторону? Во. Вот. Попадаем? Да, но у меня в суставах плечевых неприятные ощущения. Больно? Потому что стабилизаторы включаются, а они мне не работали. А, вот оно в чём дело. То есть, опять же, да, если к чему-то не подготовлены, да, мы начинаем всё с малого. Не имеет значения, какого уровня там. Просто грудь прижимай. Мы сейчас с помощью этого веса попробуем грудь всё равно напомнить. Во. Идёт? Прожимай, прожимай сильнее, сильнее, сильнее по груди. Не о штанге думай, а о грудь. Я тебе подниму, если чего, не парься. И ещё раз. Молодец. Ром, подставь, я бы на твоём месте чуть шире взял, в твоём случае. Твой хват, давай, подожди. Давай я тебе сейчас ограни, поставлю. Вот так вот. Ну, грубо говоря, ага. Вот так, да, получится. Потому что совсем вовнутрь получается. Лукаточки можешь на меня вывести чуть-чуть? На меня, вот так, да. Во. Во, молодец. Дыши, дыши, дыши. Больше, больше, больше прожимай, больше проживай. Во. Во. Ещё. Ещё. Давай, 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 давай. Увеличиваемся, увеличиваемся, быстрее. Прожимай, прижимай грудь, прожимай, 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 прожимай. Ещё. Два раза. И ещё раз. Молодчик. И что самое, вот сейчас его пампит, да, стабилизаторы не работают. Но потом, смотри, давай сейчас вот начнёшь делать, сейчас уже не будет плечи так болеть. Ну, не так, что, да. Да, то есть ты разошёлся, и только после того, как ты уже адаптировался, ты можешь потихонечку добавлять, добавлять, добавлять на эту технику. И это вот временный эффект. Уже следующая тренировка, уже другие веса будут. Но обрати внимание, да, мне вообще насрать, сколько здесь, мне важно, сколько ты целую эту мышцу напрягаешь. Сколько мышца напрягается. И чтобы она вообще, чтобы даже не расслаблялась, ты взял, всё, она вошла в негативную фазу особенную, чтобы ты постоянно держал. Мы это можем чётко наблюдать по приседаниям, да. Когда ты медленно начинаешь вниз идти, быстрее ноги забиваются. Нам же что нужно? Как можно быстрее получить памп, верно? Нам не нужно же количество раз. Нас же никто за чёт не ставит, сколько ты раз пожал. Это мы в голове вроде как там в онлайне пишут, тренер, да, сколько количества, какой вес. Бывает даже порой приходят, ребята, а сколько мне вес взять? Я говорю, я тебя впервые вижу, откуда я знаю, сколько тебе вес брать. Ну вот логически, да, как? Например, а что мне съесть? Я не понятия не имею, что тебе съесть. Я скажу манную кашу, а тебе может от манной каши тошнивать. Ну как я тебе могу сказать? О, класс, вообще, дончик. Ещё сильнее прожимай, дончик. Вниз не бросай, вниз не бросай. Вот, молочек. Вниз не бросай. Тут ещё. Чуть больше выжимай теперь. Вот, ещё больше выжимай теперь. Не выкидывай вверх. Главное, вот, вот ещё огонь. Вот, вообще, зашибись. Вот, 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 что я хотел от тебя. Вот это, да, ещё, дебер, ускоряемся, работаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Ещё два. Раз. Молодец. Вот это я от тебя хотел. Независимо от того, 60 плотность мышц просто такая феноменальная становится. Жёсткость. Даже не от веса, а ты самостоятельно накидываешь, набиваешь. Ещё, когда есть мясо, ты по-другому чувствуешь мышцы. Конечно. Многие вот, им труднее будет наработать. Нет. Это совсем нет. С новичками даже. Я только с другого. Я их учу отжиматься от пола. От отжимания от пола, потом сюда заходим. Точно такие же болевые ощущения. Я тоже думал, что сначала мышцы нету, но мы найдём. Тебе проще, я тебе по-другому объясняю. А у него есть тоже втягивающий момент, чтобы всё равно его обмануть и заставить работать только то, что должно работать. Лёха. Лёха меня не просит футболкой снять. Хуй листок смотреть, как грудная клетка работает. Разводы можем с небольшой амплитидой делать? Только разводы не такие будут, они будут полусогнутые. Я просто согнутые делаю. И делаешь, да? Ну вот на них тоже можно будет снять. А нам не нужны большие. Ты же видишь здесь, я же тебе не прошу. Очень хорошо, Ром. Молодчик. Чуть выше можно. О-о-о. Дыши сильнее. И громче можно. Чуть быстрее. Больше плечами, больше плечами, больше. Во-о-о. Во-о, больше плечами. Еще сильнее. Еще прожимай, грудь прожимай. Давай-давай-давай-давай-давай. Не рвать, не рвать, не рвать, не рвать, не рвать, не рвать, не рвать. Во-о, еще. Два раза. Еще раз. Хоп. О-о-о. И прям в аккурат в отказ. Вот эти последние два. И в твоем случае, может быть, даже чуть-чуть, вот сюда сметишь, там, чуть-чуть пониже. Чуть-чуть. Там, чересчур, 30 очень сильно тоже нагрузку забирает снизу. Ну, честно, типа, меньше всего его щел. В последних повторениях, может быть. Да, а я же здесь рядом не хожусь. Начал забиваться. Поэтому сместить нагрузку еще не будет. Отсюда тебе не вытащить, и 30 начинаешь выдавливать. Надо другую немножко в траекторию. Ну, еще по-разному? Да. Да, я бы, может быть, последний добавил бы чуть-чуть веса. Давай тебе добавим. Дэн, будем тебе добавлять вес? А скоро будем? Ну, можем 80, да, за. Денчик совсем не хочет добавлять вес. Сила нормальсенько оставляет. Не на солнце. Кажется, вот, обратим внимание, я сейчас, с Ромой мы делали, и сейчас мы поняли, что у него в середину, у Дэна немножко ближе к городу. Но, опять же, относительно его, что мы хотим, цель-то какая? Если мы хотим нижнюю часть, мы сюда будем сжать. Хотим эту часть затронуть, опустим сюда, и локоть развернем. Нет ничего, как сказать, однозначного, что именно так правильно, по-другому неправильно. Все правильно, вопрос, что вы чувствовали просто, все. Ну, очень много начнут говорить, что вот такой жим, якобы локти, когда максимально разведены, он очень травмоопасен для плеч. Ну, обрати внимание. Ощущаемый фрукт, а груди, чтобы растягиваться? Да, растягиваться. Обрати внимание, что сначала он почувствовал плечи, стабилизаторы, а потом даже перестал их чувствовать, и все ушло на грудь. Растяжка грудных увеличивается. Обрати внимание, он 6 лет нижал свободным весом, и только как только мы попробовали плечи, мы размяли, остановились, и потом перешли именно запамятовать грудь. А плечи сейчас тебе не беспокоишь же, правильно? Из причем того, что оно вываливается. Такое, такое тело губить, оставлять без бодибилдинга, да? Еще не вечер. Мудак. Я просто на руки переношу сейчас. Сильнее прижимай. Во! Поясницу прижато. Прижато. Вот, поясницу прижал сразу по-другому. Во! И ставь. Слушай, а еще... Ну, просто потом несколько, там, 5 повторений. Денчик. Не вот так жать, а вот так жать. Я на кисти тоже обратил внимание, что у него вот здесь гриф лежит. Она еще из золота. Тебе кисти не дискомфортно? То есть он так комфортно? Что-то с другого спорта походу. Ну, они вот так вот тебя гриф. То есть я вот сюда его кладу под большой палец. Вот так толкаю. А у тебя вот так вот прям. И даже просто по ощущениям это смотреть, да? Я футболку, с вашего позволения, снимать не буду. Я снимаю взаимосвязь. Ты, короче, вырежешь его грудные и вставишь сюда мне. Или мое лицо к нему подставишь. Отлично. Во! Лучше? Думаю, ты должен чувствовать сам. Во! Супер! Чуть быстрее можно, что-то. Во! Еще. Два раза. Не еще раз. Вот так мне намного комфортнее, когда сюда. Да. Прямо и контролировать, и все, и все. Да, 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 да. В том же плане, если, например, почему очень важна обратная связь. Ну вот отдано вообще ничего не выжить, да, смотрел. Встал с подхода, отвернулся и пошел. Он говорит, когда вы от меня отстанете, футболку снять, ну пожалуйста, футболку снял. Пожарь, ну, херстник два, пожар. Чего-то повесили, ну, немного только, ну, ладно, хорошо. Прозвонить, ну, херстник сейчас прозводим. Что будем делать, еще все. Можно домой идти? Все, до свидания, блядь. Анализ, блядь, да, тренировки. А ты потом, блядь, сидишь, кубатуришь, говорит, ну, че, как он там, че-то. Ну, дебилы вы, блядь. Или лыжи не едут, да, 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 да. В какой манере выполняем? Нет, 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 да. То есть мы будем делать таким, еще раз, чтобы рычага не было, ничего. Да, то есть у нас движение вот на растяжении. А потом с небольшим, с небольшой окружностью вверх. Жим это у нас ровно, а это просто с нижнего положения мы выжимаем. Бери, ничего. Не выбрасывай тоже. Поясницу можешь тоже прижать? Во! Вот, молодец. И вверху не расслабляй. Попробуй немножко внутрь поддовести. Во! Интересней? Вот, класс! Вот так. Как это? Плавно должно быть так. Прожимаем. И еще раз. Молодец. Хорошо. Не больно? Нормально все? Нет. Она бывает простая, но и иголочками. Нет, знакомая тема. И через стороны. Оп. Вот так. Вот так. Без рывков. Без рывков. Вот так. Вот, здорово. Чуть быстрее. Еще. Еще. Сильнее растягиваю, 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 растягиваю. Внизу половиночки. Раз. Два. Три. И целое. Оп. Молодец. Ух. Вообще больше вес не нужно. Доливает, Ром? Да. Я прям хорошо. Единственное, скорости чуть-чуть нам надо. Нам надо под дыхание построиться. Чуть-чуть тормозишься. Скорость движения построить под скорость дыхания. И будет офигенно. И не расслаблять. И тогда, скорее всего, и веса попросишь чуть больше в следующем подходе. То есть тебе будет веса не хватать. А сейчас ты сильно очень себя зажимаешь в силе за счет того, что долго не дышишь. Ну, вроде стараюсь каждое повторение. Стараюсь соображать, но за счет этого ты устаешь за счет того, что нет воздуха. Задержка дыхания происходит. И сила тоже уходит. А нам нужно ее аккумулировать на весь подход. Поэтому очень важно, чтобы скорость движения была. Ну, может быть, чуть-чуть скорость, медленнее скорость дыхания. Угу. 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 Прижимай, 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 прижимай. Угу. Еще сильнее. Вот. Плечи еще сильнее вверх. Поясница лежит. Сейчас мне не заворачивать. Устал уже. И еще раз. Хороший. Есть. Подустал уже, да? Вот. Вот сейчас тем хороший. Без рывков. Без рывка снизу. Плавнее. Вот. Вот огонь. Вот класс. Жестче, 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 жестче. Вот так. Вместе со мной. Без рывков. Без рывка. Вот. Без рывка снизу. Без рывка. Прожимай. Вот. Молодец. Еще. Два раза. И еще раз. Оп. Молодец. Огонь. Как будто устал меньше. Да. Все, понимаешь, в этом и важно, чтобы мышцы уже все пипец, они надутые. А сам такое впечатление, что как будто не тренировался. Вот. Каждую тренировку нужно писать. Не так, что ты заколебался, но я думаю, все, пипец. А мышцы еще не... А мышцы вроде как то ли качал, то ли не качал. Но я почему и очень сильно отдаю, большое внимание уделяю дыханию. И оно у всех по-разному немножко даже. Где-то оно сбивает чуть позже, чуть раньше. Физиология разная. Но дыхание должно всегда помогать в подходе. Мы всегда аккумулируем только целевую группу мышц и дышать. То есть, по сути дела, получается, что если все напрягается, тогда и центральная нервная система напрягается. А если мы целевую группу мышц вложим от дыхания, то ЦНС кайфует. Ну и плюсом ты сам удовольствие получаешь. Блин, грудь качал, грудь не дувает. То есть, у тебя еще плюсом эти эндорфины будет. Я так накачаюсь, со мной тоже будут фоткаться. Но никогда. Давай я с тобой фоткусь. Со мной сфоткался Александр, а не я с ним. Так, стабилизатор лучше, да? Вот так и делай, да. Молодец. Сильно не доворачивай просто. Отключается. Хорош. Через боль не надо. Если отключилось, уже смысла нет. Но отключается, уже смысла нет. Ты можешь сразу даже вниз, когда отводишь, оставь этот угол и с ним разводи. По ходу дела, здесь лучше стабилизаторы останутся под воздействием. Нечем, когда начинаешь разворачивать. И в этот момент она проваливается. То есть, надо найти оптимальные. Гантели чуть-чуть на меня. О, чуть-чуть на меня поясница лежит. Вот так. Вот класс. Чуть быстрее. Работаем. Плавнее, изрывков. Еще раз. Молодец. Ну, ощущение вот чуть больше сюда. Верхнее. Да. И в дельту не так пошло. Не так сильно. Да. Тут как будто стабилизировал на дельте. Вот. А сюда она ушла наоборот. Вот. И в груз проще. И обрати внимание, насколько у тебя сильная передняя дельта. И по объему. Считаешь, сколько она у тебя забирает на себя? Угу. Надо ее обманывать. Ну, только чувствуешь передняя дельта, сразу знаешь, что это не так. По-другому. Ищешь углы другие. Пока не найдешь то, что нужно. Вот даже, ну, вот я сейчас тебя поднаправил. А так ты должен сам на этих импульсах сам искать это движение. Пока не добьешься того, вот, по ощущениям, что должно. Вот именно туда. Просто вот именно конкретно в рабочих подходах с рабочим весом очень тяжело вот это поймать, потому что ты концентрируешься и так на многих вещах. На темпе выполнения, на дыхании, на траектории движения. И вот тяжело поймать, прям вот где вот. Ну, конечно, когда взгляд со стороны, это гораздо... Да. Да. Вот об этом речь. Что так намного проще, быстрее ко всему к этому. Ну, сейчас тоже Дэн делает, да. И понятно, что мы вот перепробовали разные моменты, чтобы плечо не отрубалось. Сейчас попробуем просто под углом, который изначально, казалось бы, вроде не очень хорошо, но мы из всех факторов, которые происходят, попробуем взять лучшее. Поэтому вроде пойдем в ущерб немножко, так было нормально, но так у него быстрее плечо отключается, да, с точки зрения стабилизатора из-за травмы. Сейчас попробуем в другую сторону пойти. За счет этого будет еще плюс у меня стоповторений, что приведет к большей накачке. Вчера бицепс сделал упражнение одно одной рукой. Там что-то... Руки отваливаются тоже. Хорош, Дэн, хороший, хороший, хороший. Не в жилу идет, да? Не в жилу идет. Нормальный вес? Так, акцент будет делать полно-лист, наверное, да? Полностью прожимаешь. То есть, понимаешь, сделай имитацию, как вот, например, на сцене ты... Это же твоя вообще коронная поза. Ну, только не сутулься, наоборот, грудь вперед. Еще сильнее грудь вперед, можешь? Ну, как бы поднись туда. Поднись ее туда. Во, медленно, медленно, медленно. Нет, если вес маленький, ты самостоятельно прожимаешь грудь. То есть, как бы... Вот эту дефиницию, которую мы хотим на сцене увидеть, вот ее должен здесь... Во! И еще разочек. Молодец. На следующий раз без майки сделаем. Попробуем. Помню я это упражнение. И как я его не смог сделать? Из-за плеча. Из-за плеча, да. У меня оно такое... Сейчас же все нормально? Не знаю. Нормально? Больно? Его не больно. Оно такое отказное. Отказное. Ну, сейчас норм. Когда он на тебя положительно влияет, видишь? А должны мы на него? Да, 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 да. Это непонятно. Еще разочек, хороший. Молодец. Все, все, все. Не корячее, не корячее. Лишний раз рыбки не делай. Мне больше нравится как бы делать его как бы снизу доводить, прожимать. Как будто из-под корпуса везти. Да, ну то, чтобы он везет. И здесь тоже самое. Вот прям его напрек и стараешься его грудные показать. Как на сцене. Во! Вот эту дефиницию, да. И не расслабляй ее. Во! Не расслабляй. Я бы вправо сиську кольнуть, блядь. Ничего, ничего, ничего. Ты давай этого кольнуть, блядь. Не расслабляй ее. Вот растянул. Держи, держи, держи. Сразу напряги ее. Нет, не за счет веса, за счет сам. Здесь напряги ее. Во! Грудь еще вперед. Не стукнется. Во! Еще жестче, жестче, жестче туда. Во! Не должна наболтаться. Не расслабляй, не расслабляй, не расслабляй, не расслабляй. Не расслабляй. Во! Не расслабляй. Еще, 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 еще. Во! Во! Смотри-ка. Вострел, Дэнчик. У тебя даже румянец на лице появился. Это мотокрит, наверное, повыше. А? Мотокрит на это. Спокойно. Ну, понимаешь, о чем я? Да. Да. Понимаю. Сказал Дэн, да. Говорит, да, отъебись. Я так понимаю. Ты пять? Пять килограмм. Пире пять. До категории еще. Да, это больше. Это классический. Это классический. Это классический. Да, держишься. Она еще не отказна. Вот. В перспективу. Дэнчик, смотри, стоял. Про разговор всякий. Я думал, у меня это заблителение. Это не отстанет. Заебали. Уже бы на эту мы могли съемку не звать меня. Вот Денис Бажанов. Ну, глядя вот вживую на него. Фактура. Мышечная масса. Вот. Ну, грубо говоря, есть потенциал для развития в профессионалах. Есть же как бы вот есть хорошие любители. И как бы вот в про. Ну, вот они не смогут уже, да? Ну, не смотрятся они. Вот Денис с фактурой, вот он про. Сейчас не берем ментальный настрой и так далее. А вот чисто. Ментальный бежит важно. Это я согласен. Сейчас ментально он. Давай так по факту. Мы разобрали уже, что он сейчас ментально. Есть, есть, есть. Дай мне у меня болит сейчас зерная поля здесь. Я на два спорта разорваюсь. Давай скажу так. Есть однозначно, есть недостатки, но которые... Которые можно поработать и получить результат. То есть это, ну, есть, понимаешь, всегда такое. Поэтому нету четких, нет отсутствия четких недостатков. Говорит уже о том, что шансы есть. Вопрос, что ты дальше будешь делать? Хорошо, вот давайте я... Блин, Александр всегда такой обтекаемый, как Формула-1, блядь. В виражи входит вообще. Блядь, смоя свое тело. Да, да, да. Никогда на какой-то провокационный. Вот сейчас конкретно. Берем, возьмем Данилова, вы его видели. И Бажанова. Фактура, сложение, крепление и так далее. Больше плюсов и больше... Давай сделаем так. Перспективы. Нет, я задаю вопрос, который вам нужно задать конкретно. Я тебе конкретно. Я хочу видеть их вместе. Вот я ту сцену не видел сейчас. Если мы сейчас с тобой положим вот видео, когда они вместе выступали, я тебе четко по факту могу сказать. Вот давай видео откроем и просто можем пройтись и посмотреть. На Сибири он. И сразу будет все четко понятно, что где и как. Вот. Мы говорим о... Ну, есть же... Вот я не профессионал тяжелой категории весовой. Нет. Ну, мне нужно усраться. Он... Я питаюсь с ним одинаковой калорийности. Вес у меня растет 600 грамм в неделю. Угу. При условии, что мы там 5,5 тысяч и я, и он. А он со 130 до 140 набирает за 3 недели, блядь, на этой калорийности. Сейчас я тебе объясню. Я тебе объясню. Потому что твои калории, обратите внимание, сколько ты сегодня сказал. Сколько он, блядь. Он молчит, он говорит, да, все хорошо, отъебитесь. А ты, блядь, хочешь докопаться до сего, блядь, уже все сжег, уже все ушло от тебя, блядь. Ты уже гладкий стал, блядь. Весь памп уже ушел, блядь. Весь памп ушел. А он стоит, блядь, наблюдает, блядь. Ну, что, блядь, там два ухари, блядь, снимают. А у него слышишь, пока мы тут это так делаем, у него уже была рука 55, уже 56. Уже 56, пока молчит. Все, блядь, вот вся разница. Ты хвост, а про, правильно? Вот, вот, про, блядь. Аккумулирует, блядь, видишь? Ну, тут нету Данилова. Просто смотрим на Бажанова. Ну, не совсем сбоку, почти фронтальная камера. Ну, смотри, спину у нас точно не хватает. Не хватает, да. Раз. Я бы так широко ноги не ставил, потому что, за счет того, что он широко ноги ставит, и смотрится. Получается, как? Широко ноги ставит, а спины не хватает. Уже проигрываешь. Ну, сам у себя пропорции скрадываешь. Мы добавим, так же спири, фронтально. Ну, вот пресс у него вот такой вот на сцене. Фронтально. Бедра не с лучшей стороны показывают, вот сто процентов не с лучшей. Его бедра так показывать нельзя. Понимаешь, у нас есть очень сильное достоинство, но он их не обыгрывает, а где недостаточно их не скрывает. Такой, я вот такой есть, смотрите сами, да? Да, да, то есть вот я такой, какой есть. Нельзя вот так с улицей вообще наклоняться. Мой гол вообще нельзя наклоняться. Никогда нельзя. На толщину спины работать надо. Плечи гораздо больше, чем спина. Вот, знаешь, вот и все. Плечи. Сейчас мы, да, е-мое, блядь, как же задать этот вопрос. Мне даже нравится, какой я скользкий. Нет, не нравится. Потенциал в Pro. Не берем сравнение, а вот относительно. Да, Ром, давай мы так, есть виртуальный, реально. Знаешь, что это анекдот? Знаешь, про виртуальность и реальность? Да, я знаю, это анекдот. Мы просто не на камеру бы искали, виртуальная мы имеем, а реальная. И деда. Хорошо, виртуально. Виртуально все зависит от его головы. Если он... Я еще раз тебе, еще раз тебе говорю. Я никогда не... Хорошо. Сегодня, как он тренируется, блядь, шансов нет. Нету. Да, согласен. Сегодня, как он тренируется, шансов нет. Давайте мы все факторы сейчас, что все сложилось, и чисто берем визуальные и внешние даны. Только внешние даны. Да, с недостатками. Блядь, подожди. Бранч Ворон гораздо хуже выглядели, но выступал в топе был. Ну, о чем мы говорим? Второй на Олимпиаде. Ну, о чем мы говорим? Арной классик. Ну, о чем мы говорим? Ну, что ты от меня хорошо слышишь? Ну, Бранч Ворон не сильно хуже был. Он в 10-м году вообще был ядерный просто, и пропорции там были. Еще раз был с точки зрения пропорций и все остальное. Но потом даже можно быть, понимаешь, кривым, косым, но все равно выступать. Обрати внимание, у нас сейчас нету сегодня, даже есть недостатки, над ними просто надо работать. Потенциал есть, масса у него растет. Вопрос, что у него в голове только. Пойми, вы всегда смотрите только на спортсмена, вот какое у него мясо. Мясо, мясо. Мясо не имеет роли значения. Если у него в голове сегодня сидит какая-то проблема, страх или еще что-нибудь, ему пиздец. Хорошо, давайте вот так, возьмем так, хорошо, относительно ментального настроя и так далее. Мартынкина сейчас с ментальным настроем, с его формой. Шансов больше, впрочем. А я не общался с ним. Я вот, чтобы ты не понимал, мы с ним разговаривали буквально так. Ром, ты просто сейчас хочешь мне вывести на то, за что я должен ответить. А я отвечу за то, что я сказал. Я не буду виртуально ничего говорить. Вот мы с ним пересеклись буквально в сколько-то раз. Мне он реально симпатичный. Я вижу, в его глазах есть злость. Здесь злость совершенно нахуй нету. Котенок. Понимаешь? А вот того, блядь, понимаешь, есть. Он такое впечатление, что непонятно. То ли он заебался, он всегда заебанный, но ему пофигу, что он заебался. Он все равно делает свою работу. Понимаешь? И походу, дело в том, что у него порвано что-то, он все равно вешает, блядь, блины туда и подтягивается на перекладе, что у него бицепс оторван и оторван. Понимаешь? Есть такое понятие, когда ты просто, блядь, вижу цель, не вижу преград. Ты хуячишь. И потом мы уже разберемся, есть что-то потенциал или нет. Зачастую ты прекрасно понимаешь, что очень многие... Ну, хорошо, вот, к примеру, окей, к вам приходит спортсмен, к примеру. Так. Изъявляет желание подготовиться там за про-карты и выступать в профессионалах. Ну. Вы же сразу по нему можете определить? Нет. Да нет. Ну, Ром, ну, в процессе нет. Нет, потому что его говно может вылезти через некоторое время. В какой-то момент, когда нужно будет поджаться, он просто не сможет диету выдержать. Откуда я знаю это изначально? Все слить можно в один момент, блядь. Ну, да, она, нет. Просто извини за рожем, просто можно обосраться перед выходом на сцену. Просто испугаться, блядь, и сольет. Он может качаться, все угодно может быть. Но это все настолько факторы, которые, блядь, просто киздерцы. Ты обрати внимание, сколько мы видели спортсменов в зале, которые, ну, блядь, сука, он уже, блядь, точно выиграет. Блядь, на сцену выходит, кто это, блядь? Что, скажи, не так не было? Я в один ноге был, конечно. А что происходит? И как ты можешь ему сказать? Есть у него шансы? А мы всегда, есть шансы, его обнадежим, блядь, и он, вот, да, а он уже, понимаешь, как бы уже в такой эйфории, 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 а потом, что случается, вот, и не может с этим справиться, с этой ответственностью. Потому что все на него наложили уже такой, и, скорее всего, у него то же самое произошло. Его уже без пяти минут чемпионом сделали, а потом, когда он вышел, блядь, а я не чемпион. Вы что, охуели? Это не он сказал, это его внутро сказало. И все пидорасы. Так же и было, да? В прошлом году, да, не, ну, предварительно. И мы все это проходили, братик, я все это по юниорам еще проходил. У всех одно и то же. Вопрос, когда ты совладаешь, что на этой сцене, сука, тебе никто ничего не должен. Ты наступаешь туда и сравниваешь себя с собой, блядь, в прошлый раз. Все. А какое ты место займешь? Да хуй его знает. Как кому, как? Как, блядь, пойдет? Не объективный вид спорта, здесь нет стометровки. Пацаны, я старался. Вот видит бог, я пытался. И опять дать не получилось. Вот и это. Все правильно было вообще-то сказано, все правильно. На самом деле... Ты давай работай. Я за то, чтобы спорт в массы принять. Ты давай работай. Ты давай работай. И бодибилдинг, и армрестлинг, и глядишь еще что-нибудь. Блядь, как мне заебал этот армрестлинг. Бережи каждое слово армрестлинг, блядь. Вот увидите, что и Ром скоро туда перейдет. Чтобы не было, блядь, армрестлинга. Ром, давай на руках поберемся, Ром. Я в распорку встану двумя руками, блядь, туда. Смотри, как он взорвется, смотри, как в грудь выделяется. Смотри, смотри. О, спортивный рост, смотри. Уже про плечо забыл, смотри, как это работает начал уже. 102. Давай. 103. Давай, давай. 104, блядь, красава. И плечо завалилось. 104 повторения. 24 было. Ей надо управлять. Есть понятие тупая злость, а есть спортивная злость. Ее управлять надо. Ты должен ее управлять только во время подхода. Вышел, отдыхаешь, восстанавливаешься. Живешь по всей единой жизни, ты не паришься об этом. Но у тебя злость должна быть включаться. У тебя ресурс тоже на злость ограничен. Тем важен тот или иной элемент подготовки. Ты же когда на руках борешься то же самое. Перегореть нефиг делать можно. Правильно? С одной стороны, да. Но опять же, какую цель ты хочешь? Прогрессировать на уровне чего? Это просто я не в притрении не выкнул, там еще что-то. Дело не в притрении. Не притрении. Подожди. Не притрении собой руководит. Услышь меня. Ты должен быть в любом состоянии. Ты утром, ты понимаешь, как тебе? В любое время тебя нужно разбудить, и ты точно скажешь, что ты хочешь. А у тебя такого нету. Тебе одно еще разбуди, блядь. Чего вы до меня доебались? Мне спать надо. Как на тренировках. А чего вы до меня доебались? Мне еще поесть надо, понимаешь? А у тебя четко должно быть, что структурирует и почему делаешь, и когда. И еще раз говорю, это моя подготовка в 2003 году к Европе. Но все, я даже не общался ни с кем. У меня четко распорядка. Я извини, я срать ходил в одно и то же время. Можно часы было сверять. Настолько это выработалось привычкой. То есть ты встал, у тебя утром позавтракал ты. Там сначала кардио, кардио позже подключил, сначала позавтракал, поехал, первая тренировка, там протеин, вернулся домой, покушал, лег спать, потом покушал, поехал на вторую тренировку, приехал, перекусил чуть-чуть еще, попозировал там образом, свободное время, опять лег спать. Все. Это пробы. Тогда вопрос. Для чего ты, блядь, берешь прокарту, блядь, для того, чтобы работать профессионально тренером? Да, я не работаю. Нет, у меня вопрос всегда, когда берут прокарту, вы на что рассчитываете? Вам платят бабки за то, что вы протренируете, за то, что вы железо тягаете? Нет. За то, что вы можете реально дать своему спонсору момент, что он на вас может больше заработать? Какую ценность-то вы несете? Получи просто эту херню, всем говорят, я FBB Pro или там ProLip и еще что-то. Если ты работаешь тренером, блядь. Ну, к сожалению, приходится работать. А потом мы объезжаемся на свою жену, потому что жена ни хера не понимает. Он вроде тренером работал, но занимается еще этой хуйней. Лучше бы дома с детьми посидел. А если ты понимаешь, что ты тренером не работаешь, ты сходил, потренировался, пришел домой, ну, ты понимаешь, что тренировался, у тебя контракт идет, и ты более-неволей, ты поддержку уже хочешь, не хочешь, получишь. Потому что твоя работа. Нет, ну, у меня, допустим, ну, немного может быть не так, что я… А я не про тебя говорю? Нет, я вообще имею в виду, то есть, ну, есть ProKart, и есть возможность реализовать ее. Это другая история. Да, то есть, ну, я не ProKart, что я работаю тренером. Тренером, ну, не работаю. Вся работа онлайн и дома с семьей. И в целом, когда подготовка происходит, и поддержка дома, и все, и так далее. Да. Ты должен работать профессиональным бодибилдером, а не работал онлайн. Ну, нет, у меня не происходит так, что я… Ты профессиональный продюсер, у тебя классный YouTube-канал. Ну, ты не про атлет, братан. Ну, блин, если мы сравниваем только профессионального спортсмена тем, что он зарабатывает конкретно, что он про атлет, у него контракт, он получает за эти деньги, ну, у нас в России ни у кого так нет. Поэтому у нас индустрия так и будет стоять. Потому что, давайте скажем так, у кого был менеджер из бодибилдера? Да ни у кого. У меня. Ну, нет, я, ну, грубо говоря, вас, там, Шелест. Вот я тебе еще раз объясню. То есть, когда у бодибилдинга, в бодибилдинге появятся агенты, менеджеры, которые будут отставить их интересы, у нас есть шанс вырасти. Потому что сам ты никогда себе не продашь. Качок вообще себе никогда не продашь. Куда он себя продаст, блядь? Ну, ты говори, ну, куда он себя может продать, еб-то? Ладно, ребят, это дискуссия, разговора, подкаста. В очередной раз, блядь, подкаст. Меня уже скоро на кол посадят. Точнее, не на кол. Вот и, наконец-то, у тебя появится менеджер на кол посадке. Ребят, тренировка груди относительно нюансов, травмы какой-то и так далее. Все индивидуально. Мы не несем какую-то истину, которая вот в единственной инстанции, что только так правильно, если вы заметили, Александр, относительно меня. Упражнения, углы, постановку относительно Дениса. Это постоянно вовлеченная в работу тактильные ощущения, постоянное напряжение мышечное. И то есть мы вдвоем делали одни и те же упражнения, но углы на этих упражнениях, постановка были, отличались. Вот про это мы каждое видео вам говорим, что каждая тренировка и каждое упражнение относительно каждого спортсмена может быть по-разному. И сегодня, что самое интересное, отличались только вес, отличался только в разводах. А так вы делали с одинаковым весом одни и те же упражнения. И ощущения были очень хорошие у Дениса. Поэтому вот на это накладывается. Это сегодня такая базовая была тренировка. Это, конечно, не супер-мега тренировочный процесс. Это такая более что познавательная история, чтобы было просто понятно. И поэтому тут единственное, что можно подчеркнуть еще раз, ищите свой путь. Вот ребята тренировались сегодня так. Вы тренироваться должны быть по-своему. И только тогда, когда вы чувствуете, что вы делаете, вы реально достигнете результата и будет успех. Ну, а мы лишь вам какую-то пищу для размышления. Все, чтобы вы подумали, попробовали в конце концов. Может быть, вам это тоже подойдет? С какими-то нюансами, с какими-то изменениями. Пробуйте обязательно. Надеюсь, под этим видео будет меньше хейта в мою сторону, больше хейта в сторону Дены. И по большому счету я сегодня откровенно скажу так. Просто если есть какие-то вопросы, придите на тренировку. Я сейчас тренировки провожу и в ТОП-джиме, и в Красногорске, в Москве. Есть определенная ссылочка. Я думаю, ты сможешь с ним. Вообще без проблем. Ссылочку, да, по которой просто по ссылке можно выбрать время и записаться на тренировку и прийти. Это наилучшее, что я могу для вас сделать, наверное. И, ребята, вот у кого есть возможность, кто с Санкт-Петербурга, с Москвы и так далее, если у вас есть какие-то вопросы, просто придите на тренировку, попробуйте один раз, и вы поймете, и все вопросы у вас сразу. Но только еще маленький момент. Приходите по факту. Если прийти со мной подискутировать, лучше даже не тратить ни свое, ни мое время. Мне важно превознести действительно, чтобы вас... А вот поспорить я спорить не буду. Приходить для того, чтобы что-то не получается, и мы попробовали сделать так, чтобы это прочувствовали, чтобы у вас было какое-то действительно продолжение. У меня задача такая, чтобы приукрасить, приумножить ваш эффект, но не более того. Денис Бажанов, Александр Федоров и ваш покорный слуга Роман Хелевин. Спасибо за внимание. До новых встреч, друзья.